Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем причины, расскажем в рубрике «Новости экономики». В Турции бушуют пожары, а курорты Краснодарского края ввели ограничения на въезд. Какие направления отдыха выбирают самарцы сегодня? В Самаре готовятся к фестивалю «Шестакович 20 век». Какая программа ожидает зрителей? Глава региона Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП в Турции. Средства выделят из резервного фонда губернатора Самарской области. 1 миллион рублей выплатят семьям погибших в аварии, 500 тысяч – тяжело пострадавшим, 200 тысяч – рублей, получившим травмы средней и легкой степени тяжести. По поручению Дмитрия Азарова в регионе создали оперативный штаб. Генконсульство России в Анталии при взаимодействии со страховой компанией занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших. Также проводится работа по доставке на родину жителей региона, которых выписали из турецкого госпиталя, чье состояние не вызывает опасений у врачей. В Самаре медицинские и психологические службы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку как самим пострадавшим, так и их родственникам. Напомним, в аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Большинство уже выписаны из больницы и четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 463 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Чтобы остановить распространение болезни, общественный транспорт Самары оснастят дезарами – специальными рециркуляторами воздуха. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной. Сейчас прорабатывается механизм поэтапного оснащения муниципального транспорта средствами обеззараживания воздуха. Тему продолжит Ольга Павлова. Дышать станет легче и безопаснее. Общественный транспорт Самары вскоре оснастят дезарами. Ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха обеззараживают помещение с эффективностью в 99% и уничтожают все известные на сегодняшний день бактерии, микробы и вирусы. Это особенно необходимо в период пандемии, отмечают в мэрии и уже поэтапно прорабатывают вопросы, связанные с финансированием и закупкой дезаров. Если завод радиоэлектронного медицинского оборудования будет готов нам, либо какой-либо другой готов поставить быстро эти дезары, значит, рециркуляторы, так называемые, мы их будем приобретать и устанавливать в транспортных средствах. Давайте тогда зафиксируем, что мы принимаем решение оснащать городской транспорт рециркуляторами. Отчету от вас предложение по возможному порядку субсидирования компенсации затрат на приобретение дезаров. Дезары установят в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Начать устанавливать средства обеззараживания воздуха муниципальный транспорт Самары планируют к сентябрю. Это позволит обезопасить пассажиров и снизить риск возможного заражения COVID-19. Только за последнюю неделю число заболевших самарцев новой коронавирусной инфекцией увеличилось и достигло 1236 человек. По уровню заболеваемости наш город сейчас занимает четвертое место в области. В центре внимания медиков по-прежнему люди пожилого возраста. В группе старше 64 лет заразились 147 человек. Не вполне благоприятная ситуация сложилась и на крупных промышленных предприятиях города, где количество заболевших достигло 42% от общего числа сотрудников. Переговорить с руководителями предприятия. Вы сами слышали статистику, что 42% заболевших – это сотрудники предприятий. И что они тоже должны соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, отметила Елена Лапушкина, рейды, направленные на выявление нарушений действующего эпидорежима, необходимо усилить во всех районах города. А самарцам ежедневно напоминать о существующих ограничительных мерах и необходимости соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. По объектам торговли и общественного питания здесь однозначно надо усиливать контроль за юридическими лицами, которые допускают на свою территорию людей, не соблюдающих масочный режим. Затронули на заседании оперативного штаба и вопрос о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Под пристальным вниманием работники образования за месяц до начала учебного года педагогическому составу каждой самарской школы необходимо привиться от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самаре продолжают проверять соблюдение мер санитарной безопасности в магазинах и ресторанах. Смотрят на то, чтобы клиенты были в масках, а в заведениях всегда были под рукой санитайзеры и антисептики. До 7 августа все сотрудники объектов Патрепрынга должны сделать первый компонент прививки от коронавируса. На каком этапе вакцинация в Самарском районе сейчас, расскажет Мария Левина. В маленьком и уютном магазинчике в самом сердце Самары к безопасности клиентов подходит особо бережно. Все потому, что по большей части здесь закупаются будущие мамочки. 100% вакцинация – это забота прежде всего о себе, близких, сотрудниках. Хочется поскорее закончить с этой пандемией. Следуем всем инструкциям и санитайзеры, и агрегаты, и для клиентов одноразовые повязки, уборка, само собой. Еще одна торговая точка в Самарском районе, где вакцинировались практически 100% сотрудников – это ресторан на Ленинградской. В среднем в день пообеды сюда заходит порядка 700 человек. Поэтому руководство подошло с большой ответственностью как к здоровью клиентов, так и к самочувствию сотрудников. Практически все сотрудники с осознанным пониманием отнеслись к этому, потому что все понимают риски и личные, и риски, которые есть у тех людей, которые приходят в наши заведения. Мы позвонили в администрацию города, как только было понимание, что все готовы вакцинироваться, и буквально на следующий день у нас приехали врачи, прямо организованно. Нам это сэкономило очень много времени. То есть понятно, что вакцинировали мы бы всех сотрудников, но это заняло какое-то время, потому что кто-то живет далеко, у кого-то график не совпадал. А здесь мы в течение дня практически всех сотрудников, плюс сотрудников, которые аутсорс нам оказывают, мы сделали прививки практически всем сотрудникам. На территории Самарского района прививочная кампания уже завершилась в семи объектах потреб рынка из 79. Это значит, что все сотрудники там сделали оба компонента прививки от коронавируса. В таком случае сотрудники районной администрации выдают собственникам заведения специальную наклейку, которая показательно клеится на входе, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности. Кроме того, районная администрация продолжает мониторинг объектов потреб рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Масочный режим в регионе никто не отменял. Руководители сознательно подходят к этому вопросу, своих сотрудников вакцинируют, и жители, покупатели могут спокойно заходить и знать, что здесь 100% сотрудников провакцинированы. Соблюдение всех норм безопасности в условиях роста заболеваемости коронавирусом актуально как никогда. И масочный режим, и соцдистанция, и необходимые мероприятия по санитарной обработке поверхностей. Все это должно ответственно соблюдаться. Привившиеся люди защищены от тяжелого течения болезни и от тяжелых последствий инфекции. Выбор в пользу вакцинации сделали уже более 833 тысяч жителей области. Из них свыше 643 тысяч получили второй компонент вакцины. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Россияне во время пандемии стали больше тратить. Связано ли это только с ростом цен? Жители России преподнесли аналитикам сюрприз. Например, те, кто взял кредит и купили квартиру, не спешат обставлять ее мебелью и новой техникой. Зато охотно тратят деньги на одежду. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 5 августа – 72 рубля 78 копеек. Евро – 86 рублей 41 копейка. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 72 доллара 39 центов за баррель. Экономисты в недоумении. Пандемия привела к добровольному увеличению трат населения России на одежду. В течение 2020 года россияне экономили почти на всем потреблении, включая еду. Расходы семей на одежду и обувь в начале 2021 года выросли в 2,5-3 раза. И дело не в росте цен. Люди хотят лучше одеваться. Структура потребления россиян в 2021 году по сравнению с 2020 годом изменилась. И необычно. Из-за ускорения инфляции доходы самых бедных семей снижались. Они перестали покупать алкоголь и табак, снизили траты на транспорт, образование и здравоохранение. При этом даже те, кто приобрел новые квартиры, не спешили обставлять их мебелью и техникой. Зато на одежду и обувь стали тратить больше. Если год назад расходы составляли 6-7%, то теперь 11-16% от бюджета семьи. Правительство России создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Перед чиновниками поставлена задача разработать сценарии реформ и определить их риски. Отмечается, что рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на 2030 год, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью. В рамках разработки проектов также распределена ответственность между министерствами за климатическую и научную сферы, модернизацию предприятий и работу с регионами. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости снижения выбросов парниковых газов в атмосферу и призывал сделать все необходимое для минимизации ущерба планете от деятельности человека. С января по май Россия резко увеличила продажи вакцин за рубеж, нарастив экспорт почти в два раза. По данным Федеральной таможенной службы, за пять месяцев в другие страны поставлено 159 тонн продукции на сумму в 303 миллиона долларов. С 2018 по 2020 годы Россия экспортировала 468 тонн продукции на сумму в 182 миллиона долларов. За год российские экспортные поставки в стоимостном выражении выросли почти в 32 раза. С января по май 2020 года за границу продали вакцины на 9,5 миллионов долларов. Основными экспортными направлениями были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия. Что касается вакцин от ковида, объем экспортных продаж спутника ВИПа итогом года составит от нескольких сотен миллионов долларов до одного миллиарда. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Возбуждено уголовное дело в отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭО по статье «Мошенничество». Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики. После чего на основании подписанных актов в сдаче приемки выполненных работ, исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей, без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Комментировать ситуацию в СГЭО нашему телеканалу отказались. Далее коротко о других событиях дня. Уголовное дело об убийстве школьницы в поселке Петра Дубрава передано в Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщил Александр Быстрыкин. Обвинение предъявлено Антону Бесчетвертьеву. На момент совершения преступления он был заместителем начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции номер 3 в Самаре. Сейчас он направлен под стражу на два месяца. Подозреваемый частично признал вину. Напомним, поздно вечером 29 июля прохожая увидела, как неизвестный прижимает к земле девушку. При ее появлении он сел в машину и скрылся. Девушка оказалась убита. Свидетельница сообщила полиции номер машины. Подозреваемый был задержан. По версии следствия, он мог состоять в близких отношениях с убитой школьницей. В Самаре сегодня утром движение на Московском шоссе было парализовано. Около 8.20 в районе пересечения с проспектом Масленниково произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу пять автовладельцев. Автомобили выстроились на улице паровозом. По информации полиции, пострадавших нет. У машины оказались помяты капоты и бамперы. В Самаре за систематическое получение взяток осудили сотрудницы Государственной инспекции труда Ольгу Кулачеву. Как стало известно следствию, с начала ноября 2019 года по февраль 2020 она получала взятки в размере 40 тысяч рублей. Их ей давал директор компании для того, чтобы его работники могли трудиться без должного обучения и без необходимого прохождения медицинского осмотра. При этом женщина настаивала на том, чтобы деньги переводили на карту ее родственницы. Суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу на сумму 300 тысяч рублей. Сэкономить на коммуналке, но не потерять в комфорте. Такие плюсы дают общедомовые счетчики тепла. Подробности в нашем следующем сюжете. Жильцы 37-го дома по улице Дзержинского в Новокуйбышевске, что называется, взяли погоду в доме под контроль. Первым шагом к этому стала установка общедомового прибора учета. Теперь зимы стали обходиться гораздо дешевле. В этом году у нас была экономия по теплу 316 тысяч, которую мы перевели на техническое обслуживание дома. Общедомовой прибор учета тепловой энергии как инструмент экономии. Сегодня установка таких устройств является одним из обязательных требований при подготовке к зиме для многоэтажных домов. Он позволит жильцам оценивать реальное потребление тепла и спланировать энергосберегающие мероприятия. Это позволяет жителям и управляющим компаниям проводить мероприятия по энергосбережению и расплачиваться за тот объем энергии, ресурсов, которые они реально потребили. То есть расплачиваться не по нормативам, а по прибору учета. Этим летом специалисты «Энергосбыт плюс» проводят масштабную программу по установке ОДПУ в Самаре. Теперь и у самарцев вслед за жителями Новокуйбышевска и Тольятти появилась возможность сэкономить на оплате теплоресурсов. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. В Самаре появится новый центр этнографической культуры народов по Волжье. В рамках национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт детской библиотеки номер 14. О том, на каком этапе находятся работы по обновлению модельной библиотеки, расскажет наш корреспондент. Капитальный ремонт помещения, в котором будет располагаться детская библиотека номер 14, начался еще в мае. Основные работы по обновлению почти завершены. Впереди отделка помещений, расстановка мебели и экспонатов. Площадь библиотеки составит 406 квадратных метров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Выполнены работы по выравниванию полностью полов, отделочные работы, штукатурка, стяжка, подвесные потолки. Сейчас этап уже близится к финишу. Это шпаглевание стен, шпаглевание потолков, укладка финишного полового покрытия. После капитального ремонта детская библиотека номер 14 станет культурным центром с этнографическим уклоном. Несколько пространств позволят окунуться в культуру разных народов, населяющих Самарскую область. Зал с экспозицией народных костюмов по поводу будет местом проведения мастер-класса по ткацкому делу для всех желающих. Детский зал с печной стенкой станет площадкой для проведения лекций и интересных встреч. Модельная библиотека – это такой центр коммуникации, это место, где люди могут получать совершенно новые услуги. Потому что в этой библиотеке, вот сейчас уже проведен широкополосный интернет, будет подключение к национальной электронной библиотеке, к президентской библиотеке. Детская библиотека номер 14 будет открыта для всех желающих. Ремонт ведется с учетом условий для маломобильных граждан. Никита Колосов, Василий Колдашов, События. В Турции бушуют пожары, а на курортах Краснодарского края со 2 августа ввели ограничения на въезд. Как сейчас чувствует себя сфера туризма и где сегодня предпочитают отдыхать самарцы, узнала Гольфия Сафина. Владимир Сакеев уже во второй раз за год планирует отпуск на турецком побережье. Предпочитает отдыхать весной и осенью. Путевку приобрел заранее. За четверых членов семьи заплатил почти 200 тысяч рублей. Прививки от ковида сделаны. Осталось дождаться бархатного сентября. В сентябре более комфортная температура и есть возможность спокойно отдохнуть с семьей в хороших условиях. Никаких опасений не было. Весной я уже с сыном ездил. Сейчас поедем уже в полном составе. Бронирование путевок на бархатный сезон уже стартовало. Ниспадает активность туристов и в последний летний месяц признаются туристические агенты. Открываются новые направления, такие как Албания и Венесуэла. Неделя отдыха там обойдется в 100-150 тысяч рублей на двоих с дорогой и проживанием. Но ситуация с ковидом по-прежнему делает сезон в целом не самым удачным, признаются специалисты. Ведь с 1 августа ограничен въезд на популярные у туристов курорты Краснодарского края. В обязательном порядке требуется сертификат о вакцинировании, либо второй вариант – ПЦР-тест. И по приезду в течение трех дней нужно обязательно вакцинироваться. Не у всех в силу разных причин есть возможность обеспечить такие документы. Поэтому те, кто успели купить путевки, они, естественно, им воспользуются. Но те, кто не успел и не имеет возможности все-таки сертификат, получить – это определенный сдерживающий фактор. Сдерживающий фактор по наблюдениям туроператоров привел к частичному спаду цен на отели и санатория Краснодарского края. Местами на 20, а то и на 50%. Сложность состоит и в том, что весь поток туристов-антипрививочников перехватывают собственники частного сектора. От их постояльцев Роспотребнадзор ничего пока не требует. Впрочем, уже сейчас эксперты прогнозируют очередную волну роста цен на Черноморское побережье. Ведь под угрозой закрытия главный конкурент – турецкие курорты. Всему виной – пожары. А сейчас Турция под большим вопросом. Из-за пожаров. Потому как пожары возникают в одном месте. Мы туристов, например, были в Анталье. Потом Сиде пошел ветер в том направлении. А теперь уже и марморец горит, и прочее. И где факт, что завтра в Кемере не будет такого же масштабного бедствия. Это бедствие. Поэтому все это рискованно стало. Тем не менее, перелеты выполняются. И вместо того, чтобы отменить отпуск в Турции, россияне предпочитают перебронировать отели. Ведь, как выяснилось, пожары не вошли в перечень страховых случаев. И при отказе от путевки приходится платить неустойку. Не пугает россиян и риск оказаться на самоизоляции в чужой стране из-за ковида. Этот случай теперь учитывают все страховые компании. По оценкам Ростуризма, Турпоток уже сейчас составил 90% от допандемийного уровня. За первые полгода успели отдохнуть официально более 24,5 миллионов россиян. Помогла и программа кэшбэка. В этом году ощутимо возросла популярность таких направлений, как Санкт-Петербург, регионы Северного Кавказа, Карелия, Башкирия, Татарстан, Горный Алтай, а также Самарская область. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. Более 20 спектаклей, включая оперу и балет. Примерно столько же кинопоказов. С десяток лекций и паблик-токов для жителей региона. С 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти пройдет фестиваль «Шостакович. 20 век». Мультижанровый музыкально-театральный форум представит творчество известного на весь мир советского композитора. Кроме произведений «Маэстро» будет исполнена музыка его учеников и современников – Тищенко, Мартена, Вайнберга и других. Среди исполнителей, как уже известные музыканты, к примеру, лауреат национальной премии «Золотая маска» дирижер Федор Леднев, так и молодые имена. Большой театр представит балет «Укращение Строптивой» на музыку Шостаковича. Худсовет фестиваля рассказал на пресс-конференции, что подготовка идет полным ходом. Почти все готово. Особое внимание уделено Организации мер безопасности во время пандемии. Мы готовимся очень серьезно к грядущему фестивалю. Очень рассчитываем на то, что он вызовет повышенный интерес у нашей публики. Тем более, что действительно, как сказал Алексей, как Татьяна Павловна сказала, фестиваль позволяет любителям музыки, ну, про почти всех направлений, увидеть и найти для себя что-то интересующее именно их. Желтая, сладкая, ароматная, но очень непростая. Наша съемочная группа выяснила, почему большое количество веществ в дыне делают этот продукт не только полезным, но и сложным. О том, как правильно выбрать и употребить душистый десерт, расскажут наши корреспонденты. В конце лета из всего многообразия поспевших овощей, ягод и фруктов Ксения Яранова предпочитает дыню. Почти каждый день девушка ходит на рынок, чтобы порадовать свою семью сладким десертом. Из двух самых распространенных сортов она неизменно выбирает торпеда. Ну, она сладкая, нежная, мало косточек, тонкая кожа. Некоторые считают дыню фруктом, другие говорят, что раз она относится к бахчевым культурам из семейства тыквенных, и у нее один род с огурцом, то это все-таки овощ. Дыня содержит в себе множество полезных веществ – фолиевую кислоту, витамин С, кремний, бета-каротин и магний. Также в ней есть железо. Его количество больше, чем в рыбе и молоке. Но из-за такого богатого содержания полезных веществ дыня трудно переваривается желудочно-кишечным трактом. Это овощи того семейства, которые не следует употреблять в первую очередь по окончании приема пищи, ну и также, в принципе, с приема каких-либо других продуктов питания. Это лучше сделать себе, лучше употреблять отдельно прием пищи от этого овоща. Татьяна Шашкова продает фрукты и овощи уже не первый год. Всегда помогает покупателям выбрать ту самую – желтую и сладкую. Женщина рассказывает главный секрет в выборе правильной дыни – медовый аромат. По словам Татьяны, сорта «Торпеда» и «Колхозница» отличаются друг от друга не только формой, цветом, но и вкусом, ароматом, мякотью. У первого сорта мякоть жесткая и зеленая. У другого ярко выражен аромат и вкус. Мякоть белого цвета и более сладкая. Дыни вообще полезны сам по себе, арбуз. Они сейчас тем более сезонные, сладкие, вкусные. Все люди берут. В сезон бахчевых с особой внимательностью стоит подходить к выбору места их покупки. Открытые палатки, расположенные возле оживленных дорог, слабо защищают от пыли и газов сладкие плоды. Накопленные в корке соли тяжелых металлов могут вызвать аллергическую реакцию или интоксикацию. Виктория Шарая, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Главная новость Олимпиады для самарских болельщиков сегодня случилась за пределами спортивных ариен Токио. Тольяттинская каратистка Анна Чернышева, к сожалению, сдала положительный тест на коронавирус и не сможет выйти завтра на старт. Чемпионка Европы была единственной представительницей России в этом виде спорта и имела шансы завоевать историческую медаль, потому что каратэ впервые представлена на Олимпиаде. А вот российские гонболистки продолжают борьбу за медали. Сегодня утром они в четвертьфинале переиграли сборную Черногории 32-26. Далее им предстоит повторение олимпийского полуфинала Рио-2016. Матч против норвежек. Всего сегодня разыграли 17 комплектов медалей. У российских олимпийцев одна награда – золотая. Непобедимые синхронистки показали лучший результат в дуэтах. После 12-го дня медальный зачет продолжают возглавлять китайские спортсмены. В их активе 32 высшие награды. Наша команда опустилась на шестое место с 14 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми. Завтра в борьбу вступает одна из главных надежд Самарской области на медаль – пятиборец Александр Лифанов. Сначала начнутся соревнования по фехтованию в 11.30. Остальные виды пройдут в субботу. Также уроженец Новакуйбышевска Дмитрий Волков поможет российской сборной по волейболу в полуфинальной встрече против Бразилии. Начало матча в 8 утра. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.